привет дорогие друзья сейчас сделаем маленький обзор старого боевого бурана вот его надо называть лидер не как сейчас продают с пластмассовым хайлом со всеми современными прибамбасами раньше мы гоняли вот на таких буранах гоняли я скажу вам неплохо там сегодня мне написали с карелии 21 век берите современную технику ну это легко сказать стоимость современной техники 800 и более 1000 чтобы его купить надо впахивать конкретно и с такими ценами на соболя как сейчас вряд ли и купишь лет за десять и мы будешь ездить по тайге как у нас тайга у нас гниловато и облизывать пластик дай бог что-то сорвешь будешь горкими слезами плакать но конечно если деньги позволяет ясен пень лучше брать иномарку так как иномарка есть иномарка а на этом буране то есть ездишь только туда откуда можешь вернуться пешком так ну чё сказать вот хорошее решение смотрите старая выхлопнушка до родная выход сделан сбок на современных буранах но и не только современных они когда выпускается выхлопная ходит вниз под гусянку какой в этом минус едешь по пухляку внизу намерзает баблыга то есть затрудняет движение приходится останавливать переворачивать отколачивать это сделали ребята хреново то есть делайте вот совет хочется дать создателям данного чуда но сделать его на заводы сразу выход выхлопнушки в бок только спасибо вам скажут так обварен он смотрите как на современном на лидере сделано пластмассовая окантовка бака лодки не знаю как сказать то есть сучки упираешься возможность пробития 90 процентная здесь же наварили из металла вот такую байду сделали вот такой отбойник то есть пробитие невозможно но если вы вырезались то скорее всего улетите быстрее через стекло чем вот эта вся данная конструкция сломается также она надежно защищает бак бак завода идет тут металлическая пластина мы одеваем на нее поз рукав то есть трение бака никакого трения бака не будет лыжа лыжа с одним подрезом видите установлена пружина варен стакан установлена мотоциклетная пружина от амортизатора то есть дабы сохранить долговечность рессоры вот здесь видите приварено кольцо у меня на старом буране кольцо болталась то есть для чего нужно кольцо когда идете по пухляку ну и снежный покров метр в два бурана цепляйтесь за фарков второму бурану и на малом газу друг друга короче приете получается такая гусеница из двух буранов то есть выползать намного легче резиновая резиновый каблук отбойник вот здесь наварено вот такая вот железная пластина плюс уголок то есть лыжу когда задним ходом сдаете на простой заводской лыжи ну и конструкции слышу вас заворачивается из корень сломать как нихрень делать здесь вы же идет ровненько никуда не заворачивать чуть-чуть может ну то есть сломать практически невозможно спокойненько движетесь задом здесь рулевая но мы еще наваривали здесь косынку тоже вот эту байда ломается очень часто то есть здесь из уголка косынку наваривали но это наварим вот паук который входит зацепление как он называется короче вот с этими чашками вот эти вот пластмаски на новых буранах стоят здесь заменены на пятаки со фторопласта то есть раз заменили поставили все забыли про стирание вот таких вот пластмасок вот это совет вообще конкретный если знакомый топор есть заказывайте пятачки вот такие ставите все и забыли на всю жизнь этого бурана но в остальном что еще вот лодка видите докуда наварено вот до сюда то есть с маленьким бортиком ноги ставите никуда ничего не соскальзывает все защищено максимально карбюратор наш родной старый через которая пролетает все и вся сидушка заводские сидушки низкие здесь тоже наваривают короб вместо под сидушки становится до хрена термос стоя поставить и все что угодно сзади наварили такие вещи вот ручки чтобы удобнее было выдергивать паркоп тут уже намудрили брызговики видите обрезаны и вообще не понимаю на хрена на буране брызговики то есть сейчас снега много задом сдаете они заворачиваются во внутрь всегда то есть или делают хомутики сюда подвязывать постоянно ездить так или же просто их отрывает не такие большие скоростя чтобы летела в лицо сзади идущему снегоходу в остальном вот приспособа под ружье обрезан валенок сюда вставляется приклад одевается морда здесь сделан такая приспособа ствол сюда то есть ружье у вас постоянно стоит и не мешается остальное все то же самое осталось что ребята бурану такая ерунда когда его купил если руки есть начинаешь мудрить а мудрить надо то есть наши изготовители все позаботились для того чтобы народ мучился от самой покупки до окончания срока эксплуатации вот они толем очки еще 200 ядвите сейчас на одну заменяют раньше 2 с 1 сдохла она дорогая то есть выкидывайте запасе нужно вторую иметь здесь 2 если 1 сдохла отстегивайте полностью колпак снимаете со свечи но свечу надо там оставить цилиндре и на одном доедете лишь бы угрок больших не было в остальном все то же самое изменение вот лидер есть у меня новый я взял изменение конструкция никаких не претерпела здесь стоит вариатор альпина грузики в нем заменены тоже на металлические железо токарь выточил родные алюминиевые идут то есть когда ставите металлические страгивание быстрее происходит ну и снегоход прет намного лучше и становится намного приемистей вот такие вот дела выкладывайте свои бурашки как вы переделали будем сравнивать конечно с отзывы попрут и плохие и очень плохие но ребята такие бураны раньше все что добывалось добывалось на таком виде техники современных не было а сейчас чем круче снегоход тем меньше дичи мы привозим домой а того ребята если сломается то есть он вас в лесу и согреет можно поджечь и будет не жалко так вот морда тоже видите боевая все эти дырочки пластмассовые там заменены на алюминиевые вот флиппер стекло посажено на флиппер то есть она становится выше и плюс когда дерево вы можете спокойно загнуть так она сгибается все проехал отогнул я сейчас обкатку меня прошел снегоход следующий сезон тоже он претерпит много много переделок я потом об этом вам расскажу покажу так что вот так ладно ребята кому понравилось палец вверх кому не понравилось просто молчите всем пока